О социально-экономическом развитии, что сделано и что планируется, доложил и о главе Прикубанского района Ахмад Семенов, главе Республики. Поддержка участников СВО, медицины, образования, бизнеса и не только в Общественной палате обсудили послание президента Федеральному собранию. Состоялась премьера комедии «Испытания аулом». Все от руководства проекта, актеров и тех персонала являются жителями Республики. Его вклад в развитие дзюдо и самбо неоценим. Первый турнир памяти заслуженного тренера России Юрия Чумаева прошел в его родном ауле «Новая Джипетта». Здравствуйте! В эфире телеканал «Россия-24» Карачаева, Черкесия. Глава Карачаева, Черкесия Рашид Тимреза встретился с исполняющим обязанности главы администрации Прикубанского района Ахматом Семеновым, который доложил о социально-экономическом развитии населенных пунктов. Говоря о планах, было отмечено, что продолжится строительство и реконструкция социальных объектов – школ, фапов, физкультурно-оздоровительных комплексов. Прикубанский район традиционно аграрный. Уже сейчас сельхозтоваропроизводители активно готовятся к весеннеполевым работам. Большие планы по дальнейшему развитию промышленного садоводства. По обращению Ахмата Семенова, глава района дал поручение Минструю Республики в текущем году отремонтировать участок дороги «Счастливая Аленовка». Самое главное в работе любого главы муниципалитета – это общение с жителями. Ахмат Абдул-Кадырович побывал уже во многих населенных пунктах района, вникает в проблемы на месте. В общественной палате обсудили послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Председатель общественной палаты Республики Елена Ляшова напомнила об основных составляющих послания президента страны. В частности, создание специального государственного фонда, который будет помогать участникам СВО и членам их семей. Разработка программы льготного арендного жилья для работников оборонно-промышленного комплекса, бесплатной газификации и модернизации системы ЖКХ, поддержки малого и среднего бизнеса, образования и медицины. Также участники мероприятия обсудили меры социальной поддержки граждан и другие вопросы. Во-первых, президент поручил создать специальный государственный фонд, который будет помогать ветеранам и семьям погибших участников СВО. Мы все с вами тесно работаем в этом направлении, но хотелось бы еще больше усилить нашу с вами работу. Поэтому, несмотря на то, что за каждой семьей заклюплен куратор у нас в республике, и об этом же говорил президент, я думаю, что мы также очень тесно работаем с семьями и с военнослужащими, как и вздовами, так и с семьями, которые потеряли своих детей. Поэтому давайте не оставаться в стороне. Эти семьи должны чувствовать доброту, заботу и внимание. В Карачаево-Черкесии полицейскими с поличным задержан 33-летний серийный вымогатель. В полицию обратился 25-летний местный житель. Он рассказал, что малознакомый мужчина вымогает у него под надуманным предлогом 20 тысяч рублей. Передача денежных средств в размере 5 тысяч рублей в дальнейшем проходила под контролем оперативников. В ходе дальнейших мероприятий выявлены еще два факта вымогательства, совершенные указанным гражданином в отношении еще двух жителей Карачаева-Черкесии. У одного из которых преступник завладел денежными средствами в сумме 68 500 рублей, а у другого 3 тысячи рублей. В действиях задержанного осматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Вакцинация от полиомилита детей продолжается в школах и детских садах республики. Планируется вакцинировать детей в возрасте от 3 месяцев до 10 лет. Как отмечают специалисты, необходимость проведения дополнительной иммунизации связана со сложившейся эпидемиологической ситуацией в СКФО. По словам медиков, в последние годы снизился уровень коллективного иммунитета к полиомилиту среди детей из-за отказов родителей от проведения вакцинации. Мы ведем разъяснительную работу среди родителей и многие понимают важность вакцинации, отмечает директор 13-й гимназии Черкесска. Этой прививке подлежат только дети до 10 лет включительно. И по школе у нас в районе 340-350 детей подлежат вакцинацию. На сегодняшний день с уверенностью могу сказать, больше половины написали согласие на прививку. Отказываются в основном те, у которых есть в наличии от 5 до 6 прививок. Вот такая категория детей они могут уже не принимать, потому что организм уже имеет достаточное количество этих прививок. Состоялась премьера второго полнометражного кино, в котором все от руководства проекта до актеров и технического персонала являются жителями Карачева-Черкесии. В многочисленной зрительской аудитории была показана семейная комедия «Испытания улом». В ней затронуты актуальные для современного общества проблемы. Артур Мыхце подробнее. Задолго до начала киносеанса в фойе Центра для одаренных детей «Спутник» весьма оживлённо, а в зрительном зале яблоку негде упасть. За последнее время в Карачаево-Черкесии подобного ажиотажа не было даже вокруг популярных отечественных и зарубежных фильмов. «Испытания улом» – второй проект, реализованный в республике исключительно силами собственных жителей. Поднятые в нём проблемы актуальны не только для нашего региона. Поднимать их нужно именно с помощью искусства, с помощью волшебной силы кино. И очень приятно, что сегодня такие проекты пользуются популярностью. Об этом говорит и полный зал, об этом говорит и реакция, поддержка, которую мы получаем на федеральном уровне. А надо подчеркнуть, что этот фильм снят на средства федеральных грантов. И уверен, что тот факт, что этот фильм у нас снимался и как учебный проект, то есть мы пока снимали фильм, обучили большое количество молодых специалистов, для нас даёт мощную платформу, чтобы мы дальше продолжали это направление. Карачаево-Черкесия постепенно становится регионом, который позиционирует себя как место не только проката фильмов, но и их производства. Практически весь творческий коллектив, от режиссёров до технического персонала – это, можно сказать, воспитанники собственной школы кино. По словам креативного продюсера испытания аулом Эльдара Алиева, для большинства участников проекта это был первый столь серьёзный опыт в кинематографии. Сперва кастинги, затем съёмки в течение 35 дней и ночей, и, наконец, доведение сырого материала до готового продукта, за который не будет стыдно, которым можно гордиться. Изначально фильм начинался как родной язык, но потом в процессе организации мы перерасходим в такую детскую семейную комендию испытания аула. Здесь также есть темы, которые мы хотели затронуть, да, проблемы языка, проблемы там взрослого и молодого поколения. Это всё мы постарались передать и показать нашим фильмам. Главный герой, которого играет 13-летний Амир Кумратов, живёт с родителями в Москве. На лето он приезжает к дедушке с бабушкой в Ногайский аул Кызылтагай. Не обошлось без трудностей, однако испытание пройдено успешно. Он завёл себе там друзей и захотел научиться кататься на лошади. Его начинает учить дед. Был один момент, я должен был по сценарию упасть с лошади. Один раз я зацепился за повод, короче, и чуть под лошадь не угодил, но вытащил ногу и нормально упал. Сохранение национальной культуры, родного языка, семейных ценностей, уважение к старшим – всё это есть в испытании аулом. Юный герой учится, набивает шишки. Как говорят создатели ленты, у них есть задумки для съёмок нового фильма. И опыт успешной реализации нынешнего проекта будет как нельзя кстати. Первые турниры по дзюдо памяти заслуженного тренера России Юрия Чумаева прошёл в его родном селе Новая Джигута. Юные спортсмены со всей Карачаевой Черкесии показывали своё мастерство на татаме в 10 весовых категориях. Подробности у Аллы Качиевой. Юрия Срапиловича Чумаева, который более 40 лет своей жизни посвятил самбо и дзюдо, не стало три года назад. С самого детства он буквально жил в спортзале аула Новая Джигута. Сначала сам занимался спортом у Сифара Меликаева, а спустя годы продолжил дело своего тренера. Тренер он очень одарённый. Он знал отношения детей. Он умел ребёнка на такую тему поговорить, что он с улицы мог привлечься к спортивным занятиям. И в основном нету такого ребёнка в Новой Джигуте, чтобы он не занимался спортом. Вклад Юрия Чумаева в развитие дзюдо и самбо Карачаева Черкесии неоценим. Заслуженный тренер Российской Федерации воспитал целую прияду именитых спортсменов, больше 60 из которых выполнили норматив мастера спорта. Пелял Байчуров, Борис Лайпанов, Рамазан Молсюгенов, Кемал Каитов не раз прославляли республику, страну на рассоревнованиях различного уровня. Призер чемпионата мира Пелял Байчуров вспоминает своего строгого, но в то же время доброго педагога, который являлся не просто тренером, но и наставником по жизни сотни мальчишек. Сегодня к ученику Юрия Чумаева тренироваться ходят около 80 детей. 13-летний Тимир Лангкоджаков – один из них. На турнире он показал лучший результат. Я ежедневно хожу на студии, это очень важно в развитии человека. То, что я сам прошел, стараюсь вот это передать, то, что мне тренера, в первую очередь Юрий Срапилович, в дальнейшем Майкопская школа, и вот этот опыт я стараюсь передать своим воспитанникам. Успех в спорте, 1% таланта, 99% упорного труда, говорил Юрий Чумаев. Его неравнодушие к здоровому образу жизни, к спорту, к будущему высоко ценили друзья и относильчане, которые и организовали данные соревнования. Это был ярчайший человек, человек-фанатик, человек, влюбленный в свое дело. Он настолько умел зажигать детей, практически, можно сказать, он был вторым отцом. Дети очень любили, уважали его. Среди его учеников много достойных людей. И я очень рад, что сегодня в память о нем, вот сегодня огромное количество детишек собралось. И эти дети – наше будущее. Ну, Юрия Страпиловича, наверное, нет таких людей, кто его не знал. И я в том числе. Я его, можно сказать, вырос у него на глазах. Очень много поездок мы совершили совместных, начиная прям с юношеских лет и до уже взрослого спорта. Ну, очень с положительной стороны я его знал. Он за нас был горой. Мы куда бы ни выезжали на СКФО. Раньше был Южный федеральный округ. И мы были под большим крылом, как говорится, Юрия Страпиловича. Победителей призеров соревнований наградили кубками, грамотами и ценными призами. Организаторы надеются, что юношеское первенство республики под зюдо памяти Юрия Чумаева станет традиционным. Алла Качива, Олег Молхожев, Вести Карачева, Черкесия, Узжигутинский район. Об увеличении размера гранта агро-стартапа. Новой платформе для поддержки предпринимателей. Для чего она нужна и чем может помочь бизнесу. А также, как повлияли на российский рынок товарно-денежных отношений санкции. Обо всем этом смотрите далее в экономических вестях с Альбиной Ламковой. А наш выпуск завершен. Здравствуйте. Конечно, можно заняться чем-то более интересным. Но, возможно, эта информация станет полезной именно для вас. Сфера экономики – неотъемлемая часть мира. Насколько она важна для нашего общества. И что нового? Правительство Российской Федерации приняло решение увеличить размеры гранта агро-стартап. 7 миллионов рублей на реализацию проектов в молочном и мясном скотоводстве. Для животноводов – 8 миллионов. 5 миллионов смогут получить аграрии. Повысили поддержку для членов кооператива, выращивающих сельхозкультуры. Сумма составила 6 миллионов рублей. Вырос объем субсидий на возмещение затрат при закупке агропродукции. Уточняются условия агроконтракта. Теперь переработчики могут передавать владельцам ЛПХ семена сельхозкультур – молодняк крупного рогатого скота, овец и коз, чтобы затем получить готовую сельхозпродукцию по выгодным ценам. Напомним, что грант агро-стартап в 2022 году в Корчаево-Черкесии получили 49 фермеров. Со сбором документов и в написании бизнес-плана жителям республики могут помочь в центре «Мой бизнес» Корчаева-Черкесии. Предпринимателю малого и среднего бизнеса уже не надо бегать по инстанциям каждый раз, когда ему необходимо что-то взять от государства, будь то справки, выписки или меры государственной поддержки. Получить доступ на финансовую поддержку от федеральной корпорации можно буквально в один клик на цифровой платформе msp.rf. Это поможет сэкономить время и упростить их взаимодействие с государством для получения услуг. Активировать данную услугу, как только вы на нее нажимаете, вы выходите на портал госуслуг. Зайдя на портал госуслуг, вы активируете ее. Уведомления приходят после активации с планируемой датой проверки. Если вы предприниматель, но пока еще не слышали о платформе и не пользовались ею, самое время начать. В ней легко и просто получить доступ к государственным и коммерческим сервисам. Их 19. Особое внимание тем, кто только собирается вступить на предпринимательский путь. Для них msp.rf станет проводником большой мир бизнеса и поможет практически за пару минут подобрать оптимальную правовую форму своего дела, а также налоговый режим и подать онлайн-заявку на регистрацию. Что представляет данная платформа? Это некий портал, где предприниматели могут получить информацию о всех мерах поддержки, о федеральных, о региональных. А также она обладает очень большим количеством сервисов, начиная от таких, как сервис 360. Это где предприниматель может подать жалобу на ту или иную инстанцию в случае каких-то незапланированных проверок. Или же если он не дополучил какую-то меру поддержки в том или ином регионе. За время работы сервис направил от контролирующих органов бизнесу более 800 тысяч уведомлений. Сервис был разработан совместно с Минцифрой, а также при участии Генпрокуратуры РФ. Именно плановых проверок ведет Генпрокуратура РФ, с которой можно тоже ознакомиться у них на сайте. С помощью данного сервиса они будут узнавать за 24 часа заблаговременно. Это тоже очень важный момент, потому что предприниматели смогут подготовиться к проверке. Предприниматели вовсе могут отказаться. Причины могут быть разные, но уважительные. После того, как разработаны были меры поддержки со стороны федеральных органов, в прошлом году и в этом году, скорее всего, тоже был введен мораторий на многие внеплановые и даже плановые проверки. Чем меньше проверок, тем лучше. И некоторые проверки вообще убрали, поэтому сейчас мы можем наблюдать. И опрос тоже недавний показал наших предпринимателей, что два последних года проверок стало все меньше. И даже если они были, то их заблаговременно уведомляли. Но не онлайн, как вот сейчас есть такая возможность, а вот органы власти. В заключении Диана Хубиева отметила, что предприниматель наверняка оценит скорость подачи заявок на финансовую поддержку федеральной корпорации по развитию малого и среднего бизнеса Российской Федерации. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Деловое сообщество России отмечает 100 лет с момента создания первого бюро товарных экспертиз. Его вековая история в нашей стране неразрывно связана с историей Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и базовой экспортной организации. Структура служит звеном этой системы и работает в интересах государств. Что такое вообще экспертиза в данном контексте и какие бывают виды и требования и другие моменты работы, смотрите в репортаже. Система Торгово-промышленной палаты страны служит эффективной площадкой для диалога бизнеса и власти на всех уровнях. За вековой процесс деятельности работа сложилась системная. Она представляет интересы малого, среднего и крупного бизнеса перед властью, но при условии, что они не противоречат интересам общества. Независимость, компетентность и, конечно же, опыт работы служат основными требованиями к экспертам Торгово-промышленных палат. Из личных качеств выделяют объективность, ответственность, непредвзятость и принципиальность. Само по себе понятие экспертиза представляет собой исследование компетентным специалистам. Мы проводим экспертизу подтверждения происхождения товара, позволяющую нашим региональным экспортерам экспортировать продукцию в различные государства, такие как страны СНГ, Вьетнам, Сербию и иные государства. Также нами проводятся экспертизы в рамках федеральной контрактной системы при заключении госконтрактов, экспертизы оборудования, автомобильные и технические экспертизы, различного рода товарные экспертизы. Малые и средние компании часто обращаются в ситуациях, связанных прежде всего с неплановыми проверками, трудностями доступа к госзакупкам, получения кредита. Спрашивают, как получить поддержку институтов развития, организовать экспорт, найти рынок сбыта. Просят разъяснить законодательные вопросы. Крупные компании больше интересуют помощь в решении проблем на федеральном уровне. Нередко вопросы, с которыми приходит бизнес, можно решить только на законодательном уровне. Огромное количество продукции, очень огромные развиты товароотношения, в результате чего предпринимателям необходимо подстраховаться и проводить эти экспертизы в целях выявления качества и соответствия нормативно-технической документации, условиям договоров и иных сопроводительных документов. Эксперты торгово-промышленных палат обязаны каждые три года проходить переаттестацию и подтверждать компетенцию. Подготовку экспертов проводят учебные заведения по специальной утвержденной комиссии при ТПП РФ программе, после чего их вносят в реестр ТПП-эксперт и предоставляется аттестат, позволяющий непосредственно осуществлять свою экспертную деятельность. Экспертиза торгово-промышленной палаты Корчаева-Черкесии осуществляет свою деятельность в республике с 1993 года. И это уже тоже круглая дата – 30 лет. А в условиях санкций используемая система часто выступает основным каналом связи между российским и зарубежным бизнесом. Благодаря международному масштабу торгово-промышленная палата служит самым понятным партнером для предпринимателей всех стран на всех рынках. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести, Корчаево, Чекесия. В республике стартует производство женских гигиенических товаров. Первое – на юге России. Из-за ужесточения санкций многие известные бренды продолжают покидать российский рынок товарно-денежных отношений. Но нельзя сказать, что этот фактор негативно сказывается на настроении наших производителей. Отнюдь. Реакция совсем иная. Желание у предпринимателей развивать свой бизнес только увеличилось. Одними из числа выступают производства продукции санитарно-гигиенического и косметического назначения «Бумфа Групп». Российская экономика уверенно адаптируется к западным санкциям. Импортозамещение в стране идет полным ходом на смену популярным иностранным брендам ватных дисков и палочек, бумажных салфеток и платочек, полотенец. Туалетные бумаги, универсальных вискозных салфеток для уборки помещений «Бумфа Групп» уже готова давно выпускать. И делает это с успехом. Ранее они боролись за спрос в условиях жесткой конкуренции. На сегодня производство считается одним из ведущих предприятий России в своей отрасли. Зарождение компании началось в 2001 году. А сейчас это современная, динамично развивающаяся отрасль промышленности, занявшая твердую позицию лидера в качестве производимой продукции. Объемы с каждым годом увеличиваются. И можно точно сказать, что дефицита в этом секторе экономики не будет. Государство тоже окажет поддержку. Свидетельство тому приезд вице-премьера и главы Минпромторга Дениса Мантурова в нашу республику. Тогда он принял участие в запуске новой линии производства гипсокартонных листов на Хабесском гипсовом заводе. В этот же день осмотрел выставку продукции промышленных предприятий. Одними из представивших свой товар стала «Бумфа-групп». Предприятие «Бумфа-групп» относительно молодое предприятие. Нам 22 года исполнилось. За это время мы достигли того, что в нашем ассортименте производимой продукции есть. Косметические ватные диски, палочки, влажные салфетки, бумажный платок, бумажные салфетки. Ознакомившись с продукцией, обсудили проект дальнейшего развития производства. Денис Мантуров и Рашид Тимрезов поддержали представленный бизнес-план Асланом Шибзуховым. Предприятие, начиная с 2018 года, пользуется займами Фонда развития промышленности на реализацию инвестиционных проектов. Сейчас на пути к становлению производства женских гигиенических товаров. На сегодняшний день ассортимент продукции и предприятия насчитывает около 100 наименований. Как сказали в компании, в качестве сырья уже используется хлопок на территории Ставропольского края. Работа по его выращиванию экспериментальная. На заводе в Черкесске работает 4 основных цеха. На самом производстве трудятся около 90 работников. Я работаю в цехе уже 15 лет, мастером цеха. Работа, конечно, сложная, но очень интересная. В цехе производим влажные салфетки различные. Какими видами салфеток вы сами пользуетесь? Для снятия макияжа, конечно. Успех предприятия напрямую зависит от качества производимой продукции и скорости ее реализации. А главное место в этом звене занимают люди. Они влияют на экономические результаты компании. Вместе перечисленные факторы гарантируют достойную оплату труда, возможность профессионального и карьерного роста, социальный пакет. А самое главное – работу в дружном коллективе компании. Отметил слесарь, наладчик Даниэль Бароков. Трудится он на производстве с 2007 года, обеспечивая работу дорогостоящей техники. Работать первое время было сложно, но когда уже научишься, эта профессия кажется даже не сложной, а в каком-то роде хорошей, привлекательной. То есть делать людям чистую продукцию. Условия труда, оплата труда устраивает вас? Условия труда очень хорошие, оплата труда тоже достойная. Все хорошо. В настоящее время в связи с расширением производства и ассортимента выпускаемой продукции компания готова увеличить количество рабочих мест. И уже сегодня нужны квалифицированные специалисты рабочих профессий, менеджеры среднего звена. Альбина Ламкова, Лейбастанов, Вести, Карачаево-Чекесия. Сложно ли удержать позиции лидера? О перспективах и ключевых преимуществах компании мы узнали у генерального директора Бумфа-групп Аслана Швзухова. Предпринимаем шаги для того, чтобы предприятие развивалось, а развитие подразумевает еще увеличение штата, так как без сотрудников невозможно решать более масштабные задачи. Интересно, как удалось достичь столь высоких показателей в производстве товаров? Вы знаете, самый ценный актив у предприятия – это сотрудники. Когда команда единомышленников, не останавливаясь на достигнутых показателях, постоянно совершенствует процесс, тогда мы видим положительную динамику в развитии компании, которая удовлетворяет всех заинтересованных лиц. Что происходит на рынке гигиенической и косметической продукции сейчас, и что планируете в недалеком будущем? В нынешнем периоде в условиях санкции против нашей страны у российских предпринимателей появилась дополнительная возможность замещать импортные товары. Мы активно занимаемся в направлении замещения товаров путем увеличения мощностей производственных, покупаем новые линии оборудования для того, чтобы нарастить выпуск и увеличить свою долю рынка в той отрасли, в которой мы работаем. Помимо этого, мы занимаемся разработкой новых проектов для выпуска новых товаров, которые сегодня у нас в портфеле отсутствуют. Такое отражение экономическая действительность Карачаева-Черкесии нашла в нашем выпуске. Всех вам благ и до новых встреч! Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok